Боже мой! Молодой человек, вы сегодня у нас сдаете экзамен? Да, я. Выпускной, да? Что будете играть? Я приготовил Вивальди, времена года весна. Ага, ну давайте, давайте, давайте уже закрывайте эту хрень, берите нормальный инструмент, у нас всё-таки кафедра бубна. Вернёмся к коллегам. Вивальди, времена года весна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все. Что скажете, коллега? Ну что я скажу? Я думаю, что русский бубен на грани коллапса. Если после пяти лет обучения мы имеем вот это. Я переволновался. Можно еще раз? Не вижу смысла, но давайте еще раз. Бевадия, времена года, весна. Мы прекрасно слышим, у нас абсолютный слух, между прочим. Мы преподаватели Бубна, давайте. Весна. То, что вы делаете, что вы играете, в конце концов? Что это такое, в конце концов? Бевадия, времена года, весна. Вот, Бори, успокойтесь. Мой коллега несколько такой эмоционален, но у вас фундаментальные ошибки абсолютно. Вы что, не знаете, что ли? Во-первых, вы не в той тональности играете, да, коллега? Во-вторых, вы переход садажа на «Аллегра» сделали в восьми тактах, а надо в шести уже. Вот же написано конкретно. Да. Ну и потом, почему в миноре эта пьеса? Вот, надо же в мажоре играть. А-а-а! Ну надо повнимательнее как-то играть. Давайте еще раз. Девальди, времена года, весна. Ну вы стойте! Это же бубен, это бубен, а не какая-нибудь фортепиано. Я по нотам. Ну что по нотам, по нотам? Пять лет вы учились играть по нотам, что ли, молодой человек. Слышите, музыка должна проникать в каждую клеточку вашего тела. Это же вивальди, времена года, весна. Вот же. Слышите? Разница, да? Да. Вот она, весна. Реки вскрылись. Разрыв, маленький зайчишка, мокрый стоит на пеньке. С тоской смотрит на другой берег и понимает, что он никогда больше не умеет свою зайчинку. Вот, слышите? Аромат, черевуха цветет. А вы что делаете? И вот тупо по нотам мы вот так вот играем. Давайте еще раз как-то. Соберитесь, я не знаю. Вивальди. Кто? Давайте, давайте, давайте. Времена года, весна. Да, конечно, я понял, в чем ошибка. Стойте. Вы же работаете одной кистью. Да. Вы работаете одной кистью. Да. Ну, Бубнис, он же как боксер. Удар начинается с ноги. Вот нога пошла, толчок, вот через корпус пошла, вот через плечо, и вот он удар пошел. И вот он удар, и дальше набиваешь. Боря, 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 ну что ты? Как жарно. Ну что вы, я не знаю, что вы меня. Ну что, ну, Боря. Извините, кто преподаватель у вас был? Сосни Лефов. Кто? Сосни Лефов. Ну, просто на страницах журнала «Советский бубен». Помните, мы статью разгромную? Написал псевдонучную статью о пользе бубенчиков. Вот, чапель. Извините, мы прервались. Может быть, что-то еще покажете? Да, еще. Я приготовил шнитке «Смерть Орликина». Ммм, бубен. Махнулись на шнитке? Хорошо, раскрывается там бубен. Да, 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 ну давайте. Шнитке «Смерть Орликина». Угу. Да что у вас там болт, что ли, вылетел? Я не понимаю. Коллега, посмотрите, конечно. Да, боже мой, ну что вы делаете? Ну, это же хлеб в ваш будущем, как вы относитесь к инструменту. Повнимательнее надо, я не знаю, ни настроенного сообщения. Не знаю, настраивать надо инструменты. Давайте еще раз. Давайте. Шнитке «Смерть Орликина». Давайте уже. Отогни, толчак! Корпус обработай, корпусом! Ну где Крещенда? Крещенда дайте нам, но! Дыхание, задыхание в среде. Что такое, ну? Ну вы стойте, что такое, что такое? Что, сик-сик-сик-сик-сик-сик? Что-то сик-сик-сик-сик-сик-сик. Это Орликина. Смерть Орликина «Смерть Орликина» «Снитке». Трагедия. А ты сик-сик-сик-сик-сик. Какой-то рэп вам тут даете, я не знаю. А дай мне трагедию надо. А ты сик-сик-сик-сик дай мне трагедию. Боря, 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 успокойся, Боря, сядь. Сядь, Боря, пожалуйста. Успокойся, Боря, сядь. Я сюда мальчат. Боренька, Боря, покажи молодому человеку, как должен звучать настоящий Орликин. Я тебя прошу. Вот для меня, Боря, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Боря. Пожалуйста, Боря. Пожалуйста. А вы послушайте меня, Боря. Ой, Боря. Ой, Боря. Боря, что ты со мной делаешь? Ай, Боря! Да. Вот, вот он настоящий Орликин. Слышите? Трагедия. Вот она. Драма, история. Орликина, привели связанного к герцогу. Он говорит, это не я убил кардинала. Представь, я люблю тебя. Ему кинжалом рез на горло. Увех, говорите, бля. Слышите? Трагедия. Боря, 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 Боря. Боря, сходу, Супа, Боря. Боря, Боря, сходу, Супа, Боря. Руку, руку останови. Он живой, живой. Он живой, Арликина, живой. Живой, 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 живой. Я сдал? Нет, не сдали. Все, идите, давайте. Как, я пять лет учился на Бубен? Моцарк учился семь лет. Так и не освоил его. Скатился до этого фортепиано, до этой попсы. Бивальди, времена года, весна. Все, хватит. Сдали, все, идите. Идите. Боже мой, Боря, что я тебе приготовил, ты сейчас обалдеешь. Что? Ты сейчас обалдеешь, что я тебе приготовил, потому что это называется сюрприз, Боря. Слушай. Чак Берри! Это же Чак Берри! Золотой век Бубна, Лос-Анджелес. 38-й год, боже мой. Что делал эта кисть, боже мой, с западной побережью. Простите, господа, я тут случайно шел мимо. Это что, Чак Берри? Золотая серия. 38-й год, Лос-Анджелес. А вы что, молодой человек, увлекались Бублом, что ли? Пытался. Не дался он мне. Сейчас на гитаре пою. На гитаре? То есть, как Моцарт, тоже хлыст, да? Ну, ничего-ничего, давайте, может быть, послушаем, все-таки нам товарищ что-нибудь споет. На гитаре. На гитаре? На гитаре? На гитаре? Какая, может быть, гитара в этом Бубнахраме? Дай сюда! Играйте. Да, давайте. Девушка Просковья из Подмосковья С грустью и тоской снова одна. А у мальчишки есть стиль. Ну, мне, конечно, не Чак Берри, но все-таки, да. Девушка Просковья из Подмосковья За-за-за навескою плачет у окна. А теперь с Чаком Берри! Девушка Просковья из Подмосковья Просковья из Подмосковья. Просковья из Подмосковья. Но в Architects of the played a в прошлом мальном главный шерпе И в Arctic взгляд В дни лишь геразбор Просковья из Подмосковья. Продолжение следует...